6 июня 2021 года исполнилось бы 65 лет со дня рождения Юрия Юрьевича Карпова, выдающегося кавказоведа, заведующего отделом этнографии Кавказа, Музея антропологии и этнографии, и его учителя. К сожалению, Юрий Юрьевич уже несколько лет не с нами, он умер в 2015 году, но удивительным образом, может быть, даже совершенно неудивительно, то, что его наследие научное, оно совершенно актуально, оно живое, оно живет. И мне кажется, что это такая счастливая судьба ученого, когда его дело не затухает с уходом его жизни, а наоборот развивается, продолжается, и он становится классиком. Теперь сейчас об этом можно говорить, хотя мы все, которые знали его при жизни, нам очень сложно осознать, с каким действительно выдающимся исследователем мы рядом жили и работали. Хочу несколько слов сказать о некоторых его исследовательских работах, которые получили большой резонанс в обществе. Ведь не секрет, что в основном в нашей профессии мы занимаемся тем, что интересно в первую очередь нам. И Юрий Юрьевич был как раз из таких исследователей, он не шел за конъюнктурой, он занимался тем, что ему интересно, теми вопросами, которые рождались у него в поле или в период работы с материалом, с литературой. И один из сюжетов, который зацепил его в первой экспедиции, было упоминание о необычном празднике, который проводится в двух селениях отдаленного района Дагестана, Сунтинского района. И когда он понял, что об этом празднике нет никаких упоминаний о литературе, он решил совместно со своим другом и коллегой Александром Ивановичем Мазаровым совершить экспедицию и описать этот праздник. И они действительно поехали зимой 1982 года в отдаленный район Дагестана, в селении Шиитли и Китури, и описали этот праздник. Сама экспедиция была наполнена какими-то приключениями, они чуть не замерзли на перевале, когда ехали на открытом грейдере в сторону этого труднодоступного села, на обратной дороге у них была проблема, потому что они оставили в райцентре вещи, и их предложили подвезти на вертолёте, потому что эвакуировали женщину, у которой была сломана рука, они полетели на вертолёте, но вертолётчик отказался садиться в райцентре, и они улетели в Махачкалу и долго пытались забрать свои вещи из райцентра. То есть, как обычно, полное приключение, экспедиционная жизнь привела к тому, что они привезли не только описание праздника, но и удивительные цветные слайды, ставшие сейчас уникальными, и коллекции масок персонажей, которые участвуют в праздновании этого праздника. Кратко, что за праздник? 5 февраля, день середины зимы, в двух сёлах празднуется таким театрализованным действием. Жители села, молодые мужчины, надевают маски самодельные, изображают волков, боцы, и ходят по селу, хулиганят, какие-то различные обрядовые действия выполняют. Квинтэссенцией праздника является схождение с горы мифического существа Квидили. Это тоже такая яркая, интересная маска, которая приходит, начинает разбирать, кто как жил в минувшем году, казнит и милует. И совсем кульминационным моментом является ритуальное убийство Квидили этими персонажами в «Масках волков». Юрий Юрьевич и Александр Иванович всё это описали, и впоследствии Юрий Юрьевич провёл исследование и написал прекрасную статью, которая вышла в советской этнографии, общинный зимний праздник УЦЕЗОВ, и которая стала первым научным описанием этого праздника. Оказалось, что аналогов этому празднику в Дагестане нет, и действительно он является таким эффектным, ярким и очень интересным, наполненным интересной символикой. Впоследствии Юрию Юрьевичу было очень много блестительных работ, но именно эта работа сейчас совершенно не забыта, хотя, казалось бы, 1982 год, она постоянно на слуху. Дело в том, что после выхода этой работы, после внимания этнографов к этому празднику в селе произошёл некоторый ренессанс традиции, появились новые персонажи в празднике, праздник начал притать более масштабные формы. Но в конце 90-х годов в республике на волне реисламизации появились люди, которые начали воспринимать этот праздник как противоречащий нормам ислама и пытались его запретить. И в ходе такой сложной борьбы с критиками внутри селения, с критиками соседних сёл праздник затухает. В 2008 году он празднуется последний раз и более не празднуется. И с 2008 года до настоящего момента происходит большая дискуссия в обществе. С одной стороны, люди, которые считают, что этот праздник является очень важной частью культурного наследия Дагестана, ратуют за его возрождение, изучение и прочее. Если вы посмотрите сайты, посвящённые дагестанской культуре, то вы очень часто найдёте упоминание этого праздника, хотя он празднуется всего в двух сёлах и не проходит сейчас. С другой стороны, люди, которые считают, что он противоречит нормам ислама, противодействуют его возрождению. И эта дискуссия идёт как в самом селе, в районе, так и на уровне республики и даже за её пределами. Например, в этом году в Санкт-Петербурге молодёжное содружество народов Дагестана провело этот праздник у себя в Петербурге, таким образом дискутируя с оппонентами и на петербургской площадке. И все эти дискуссии, они не обходятся без упоминания имени Юрия Юрьевича как открывателя этого праздника, человека, который его описал и исследовал. И в данном случае интересно, что одна из первых серьёзных работ на кавказском материале этого учёного до сих пор живая актуальна в обществе. Это не единственная работа, которая стала на острие актуальности в последние десятилетия. Например, работа монография Юрия Юрьевича «Женское пространство в культуре народов Кавказа», которая впервые вышла в 2001 году. Сейчас активно лежит на столах у всех исследователей, общественников и журналистов, которые активно сейчас в последние 10 лет, особенно в Дагестане, дискутируют не только о роли женщины в традиционной культуре, но и о роли женщины в современной культуре Кавказа. Эти дискуссии, которые подчас выражаются в достаточно бурной и скандальной вариации, например, связаны с докладом проекта «Правовая инициатива» в 2016 году, который обнародовал и осудил публично практику женского обрезания в Дагестане. И это породило большую дискуссию. И возникал всегда вопрос, неужели никто не знал об этой практике, никто не описывал это. И была речь о том, что это впервые открыто. И люди, которые знают графическую литературу, говорили, нет, у Карпова в его книге всё написано. И эта книга опять возникла на острее публичной дискуссии. И не только этот сюжет, но и другие, скажем так, сюжеты, связанные с гендером, связанные с женской темой в Дагестане, они всегда апеллируют к книге Карпова. Ещё одна книга, которую мы написали вместе в 2011 году, посвящённая миграциям горцев с гор на равнину. Юрий Юрьевич задумал эту книгу сразу после того, как написал свою предыдущую работу «Взгляд на горцев, взгляд с гор». Я помню, что он тогда сказал, Катя, давайте мы… А я начинала только заниматься миграциями и отходниками в Дагестане. Он сказал, Катя, давайте напишем книжку. Я даже придумала уже название. У меня есть книжка «Взгляд на горцев, взгляд с гор», а это будет «Горцы после гор», что произошло с ними, когда они спустились на равнину. Это будет классная книжка. И он меня заразил вот этим исследовательским задором и интересом, и такой вызовом самому себе, который он явно любил делать самому себе. Такие задачи, вызовы на слабо даже. И он заразил меня, мы сделали исследование. И, надо сказать, впоследствии было очень много изучений ситуации на равнине, связанных с переселенческими сёлами, связанных с проблемой земли, поскольку в Дагестане до сих пор существуют моратории на частную собственность, и проблема земли, проблема регистрации кутанных хозяйств, которые де-факто находятся на равнине, на де-юре относятся к горному селу. Весь этот глубокий проблем стал очень актуальным в дискуссиях социологов, антропологов, экономистов в последние 10 лет. Но мне кажется, этот интерес, этот поворот этого софита в эту сторону как раз был с подачей Юрия Юрьевича. Последняя книга Юрия Юрьевича, которая вышла уже после его смерти, она посвящена национальному строительству в 20-30-е годы, написана на архивных материалах. И сейчас, я думаю, люди, которые изучают этот период и разбираются с ситуациями границ, персонажами, которые участвовали в этих сложных вопросах нациостроительства в эти годы, а для Кавказа это очень актуально, и это всегда современно. Это всегда связь с современностью, с современными политическими, экономическими и культурными процессами, и процессами нациообразования, нациостроительства. Эти темы, и эта книга, она также была неким вызовом. Он проработал более 20 архивов региональных и федеральных, и он собрал колоссальный материал, и он отправил эту книгу в печать в день своей кончины. То есть он пришёл на работу, отправил редактору полный черновик этой книги, собранную работу и на следующий день он умер. И эта книга вышла, я думаю, что она нашла своего читателя, я думаю, что по поводу этой книги будут также жаркие споры и дискуссии, потому что она, хотя и говорит о 20-30-х годах, но все сюжеты политические на Северном Кавказе, которые происходят сейчас, они так или иначе связаны с вот этими вопросами. Вопросами границ, вопросами персоналий, вопросами взаимодействия государства и общества. И надо сказать, что мне кажется, это такая счастливая судьба учёного, когда человек занимается тем, что ему нравится, но он делает это мало того, что классно, высококлассно и профессионально, так ещё и он ловит тот нерв общества, который как раз важен не только кабинетному исследователю, но и всему обществу в целом. И поэтому фигура Юрия Юрьевича Карпова важна не только исследователям, важна для всего региона. И я без тени сомнения скажу, что он пользуется колоссальным авторитетом и большим-большим уважением в среде тех людей, которых он изучал.